Стоп, у тебя что-то на щеке? Мразь какая-то. Шерсть. Ну вот, сейчас давай. Шерсть и жопа. По-моему, еда. Да, это еда была. Это заквусь была. Она приготовлена. Вот, всё. Ах, молодь моя школа. А, да. Всем привет! Вы на канале Дистиллят ТВ и вот эти вот два молодых человека по моим бокам собрались сегодня не случайно, потому что будут пробовать текилу. Ну, мы вместе будем пробовать текилу, потому что кто-то подумает, что вы будете пробовать, а просто стоять буду здесь. Как рефери. Да, да. Ты пошёл, ты пошёл. Ну что, начинаем, да, сразу. Ты привёз, называется, не текила, а мискаль. Мискаль. Внизу плавает гусану. Гусану. Червяк по-русски, да? Который жрёт эту самую, как её, агаву. Ну, это наказали его, видимо, за то, что он это делает. Короче, они всё подряд перерабатывают, да? Да, ну ты знаешь о ней, давай ты расскажешь. Ну, я более-менее знаю. О, 38, да? 38. Она не крепкая, короче. А это? А это 40, по-моему. 40, да? 40, да. Ну, адекватно. До Начи у меня был обзор, можете посмотреть где-то здесь на двигательной шляпой всплывет. Или неправильно сказал. Шапки. Нет, надо мной. Надо мной. Майдану они всплывет, да. Итак, мискаль. Текила — это, фактически, тоже мискаль. То есть, как там с коньяками. Каждый коньяк — это бренди, но не каждый бренди — это коньяк. Вот так же и с текилой и мискалём. Каждая текила — это мискаль, но не каждая мискаль — это текила. Потому что мискаль делается из пяти видов агавы. Из любой, да? А текила делается только из голубой агавы. Мискаль делается… Европейский напиток, короче, получается. Чисто голубая агава. А, в этом плане европейский. Вырежем шутку эту, по-моему, будешь. Нет, я сбился, что я хотел сказать. Ну, так всегда. Я стал ещё неудачная шутка. Так, что… Это из зелёной агавы. Почему из зелёной? Ну, то есть там из голубой надо делать, а это… Может, это из красной или из чёрной, например. Я не знаю, как остальные агавы называются. Я знаю, что это делать только из голубой. А это из остальных их, по-моему, пять. Я плохо в этом разбираюсь. Да, я тоже… Ну, насколько я помню. Короче, это из четырёх агав. Да, тут ещё ограничено штатами. То есть там Халиско и ещё несколько штатов. Тоже не помню их название. А тут, в принципе, по всей Мексике, да, это можно делать. Я думаю, нас смотрят какие-нибудь мексиканцы. Давайте подскажите… Напишут в комментариях. Да, да, да. Мексику. Дальше. Мискаль можно делать традиционным фермерским методом. То есть там запекают агаву перед тем, как ферментировать. Её запекают, чтобы она выделила сахар. И, допустим, мискаль можно… Для мискаля её можно запекать в земляной печи. А для текилы нельзя. Текилу делают в автоклаве на заводе. Там всё чётко прописано. Это довольно-таки высокотехнологичное производство текилы. В то время как мискаль, ну, делается как угодно. Главное, что из агавы. И вот все мискали, что я пробовал, они все именно копчёные. Они все вот с этими дровами в этой земляной печи. И у них есть яркий копчёный вкус. Но, кстати, этот мискаль я не пробовал. Я вообще не пробовал мискаль. Поэтому для меня текилы много я пробовал. А мискаль вообще ни разу не пил. Поэтому… Я надеюсь, что тут будет копчёный вкус. Червяка кто съедать будет? Червяка должны собутыльники разделить между собой, ножичком. И потом потребить. Нам доску разделась. Так, я наверху с этого. А как тут достать червяка? Ну, нормально. Ну, видимо, может он пластмассовый вообще-то. Ура. Мы не будем есть червяка. Необычно, слушай. Мексиканец первый должен съесть червяка. Забилось червяком. Червяком. Забилось червяком. Он выплыть хочет, смотри. Да, он пытается. Так, а чё если ты давай? Да, наливай тоже. Червь должен был уже налить. Я засмотрел, что он червяка. Он начал, по-моему, три или сколько года выдержки в бочке из-под американского дуба, насколько я помню. Очень мягкая, приятная текила. Одна из лучших, которую я пробовал. Пожалуй, только патрон поинтереснее будет. Ну, патроны стоят подороже. Патрон текила, в смысле? Ну, да. Ну, патрон, кстати, не факт, что дешевле, потому что я по акции брал 60 или 70% вылазки. Мескаль побледнее. Да. А он, кстати, выдержка какая? Ты не смотрел по годам? Там, по-моему, ничего не написано. Ну, не нашего ума это дело, походу, да? Какая выдержка? Мы сейчас попробуем определить, как эксперты, как нас называют. Передавайте туда. К этим парням. Ну, спутать мы не спутаем. Это уже хорошо, да? Хотя я приготовил резинки. Я тоже всегда ношу с собой. Контакс, нормальная тема. Да, твои резинки обрывки, да? Какие-то из напитков. Давай сначала текилу, да? Да, да. Чтобы это... Ну, классно же, классно. Как она вот такая мятная тема. У меня уже рука тянется к лайму. Да, да. Очень яркая это текила. Особенно когда в жару вообще классно пить. Ну, сейчас как раз вот сколько? Градусов 40 здесь стоит. Она выдержанная. Да. И тут есть ваниль. Прикольно. То есть текильные ароматы плюс бочковая ваниль. Тут есть что-то запеченное. Агава. Агава запеченная, она же идет. Что? Будет вот копченый? Может быть даже какой-то бак? Я сразу стараюсь выпить, понюхать и выпить. Ну, давай. О! Батат, что ли? Вот есть. Вот есть такая копченая дымная тема. И все вот эта свежесть, которая в текиле есть, она пропала. Мятная такая, да? Освежающая нотка травянистая. Она исчезла. А зато духовка такая, знаешь, какая-то. Мы только что в ней жарили что-то там. Какие-то фрукты может добавить. Я бы сказал, что травянистость есть. Но она действительно, она вот не свежая. Какая-то такая вот просто травянистость. Траву запекли в духовке. Ну, приятно. Вот нету никаких офф-нот для меня. Радится от лукурузы. Отдение такое ощущение, что она как почище. Прямо такая отбор. Тут больше, знаешь, такое. Здесь как чистый такой к спирту ближе. То есть отбор такой серьезный. Там градусность высокая была при перегонке. Ну да, это почище кажется. Да, да. И тут больше таких... Хотя мы говорим, не знаем выдержки сколько она, да. Может она там год побывала в бочке, да и все. Ну вот, ничего не написано. Даже мексиканцы особенно за текилу и не думают, что там написать. О, знаешь, что тут написано? Мескаль изготовлен по традиционной национальной технологии с добавлением гусеницы, которая своим присутствием очищает мескаль от сивушных масел. Ага. Так вот, что надо. Просто один перегон делаешь, до гусеницы насобирал. И добавляет ему привлекательности. Но здесь больше костровая тема. А здесь именно вот в духовке на противне батат вот запекли. Ну, по ароматике, мне кажется, мескаль не конкурент вот этой текиле, по крайней мере, этой. По крайней мере, этот, по крайней мере, этой. Этой, да. Не конкурент. Здесь прям очень цивильно все сделано. Такой качественный отбор. Это же дорогая текила, да? Ну да. А этот мескаль, я не знаю, сколько он стоит, потому что его моя жена выиграла на конкурсе костюмов на Хэллоуин. Вот. Поэтому сколько он стоит, я не знаю. Настоящий мексиканский конкурс. Настоящий мексиканский. Ну что, давай начнем, наверное. У меня предложение с мескаля начать. Попробуй. А, соль. Соль. Ты в плане того, что текилу пока не пьем, пока не доедим соль. Точно. А потом уже будем, да? Ну, я люблю соль. Лесите ножку. Объясни, несите ложку. Ты делаешь глоток. Лизнул. Лизнул. Набрал в рот напиток. Соснул. Размешал с солью. Глотнул. Лимоном заел. Лаймом. Это не выдумщики, мексиканцы. Лизнул, прям всю соль. Ну ты много насыпал. Мариновка просто. Можно так скинуть часть. Вот так. Чик. Задохнул. И упал. А знаешь, есть был челлендж. В ютубе снимали ролики. Там, значит, соль занюхиваешь. Кошмар. Что с текилой делали? Кто-нибудь помнит? Я помню, что лайм в глаз надо было капать. Ни хера себе. Что за дичь? Да. Слепые только. Соль занюхиваешь. Текилу пьешь. И лайм в глаза капаешь. Ну что, давай. Мы с чего начинаем. Ты еще раз скажи. Соль лизнул. Выпил. Лизнул. Соснул. Глотнул. Да. Мы с чего начинаем? Все правильно, фактически логично. С мискаля? С мискаля. Потому что, мне кажется, он менее такой яркий. Чтоб она своим ароматикой вообще не показалась. Текила с дымной темой. Да. А дыма много. Дымная, кастровая текила. Приятно пьется. Ну, по кайфу. Да. Вот прям ништяк. Ммм. Витя что-то крякать начал. Ммм. Слушай. Я хочу еще. Повторить. Вот просто, да. Просто рука тянется. А давай повторим без ничего. Мне интересно. Чисто? Да. Давай. А тебе что не понравилось? Мне кажется, я маленький. Что-то не зашла. Так он и соль не лизал. Лизал. Я много насыпал. Больше чем. Он сразу соснул, глотнул. А мы с тобой лизнули, соснули, глотнули. Я лизнул. Давай. 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 Скал. Зазворолли. Да и так вкусно. Текила с костровой темой. Приятнее. Чуть-чуть. Сливушка есть, да? Ну, по вкусу. Минимум. Минимум. Это текила с костровой темой. Да. Да именно костровые ноты. Да. Все-таки с солью мне нравится больше. Всегда мне без соли лучше зашла. А мне с солью больше нравится. Ты мало соли съел. Съешь ложку хотя бы столовую. Ой. Текилу? Да, текилу. А, тоже так же, да? Ну, я буду так. Мне очень понравилось. А мне соли многовато я в первый раз сыпанул. Ну да, ты... А лайм что, с кожурой, да, надо же съедать? Ну, я скажу рози. Мне нравится. Так, а что я вот так вот... Ммм, она слишком вкусная, чтоб ее так... Да. Тут дофига дерева. Тут можно даже посмаковать, наверное, да? Это не тот напиток, который надо... Да, да, да. А я сразу... Во-первых, соль, она вроде акцентированная, да, вкус у нее. А ты эту текилу делаешь глоток, она забивает эту соль. Да, она сладкая. И ты уже к лимону не тянешься. Все, лимон отпадает. Она сладкое от дерева. У нее ванильные вот эти древесные тона бочковые. Ну-ка. Вкусно. Блять, суки, мухи кусаются, падлы. Витя в муравейнике стоит просто. В термитнике. Ну, слушай, если честно, я не очень понимаю выдержанную текилу. Почему? Он крякает все время. У меня какая-то сволочь все время кусает под столом. Зато термиты тебя поедать уже начали, как Баобаб используют. Ну, серьезно. Она... Ни хрена не понял. Зачем тут этот дуб? Зачем тут этот дуб? Я не понимаю. Вот, у меня не понятие дуба, потому что он дает какой-то такой цивильности и смысл текилы пропадает. Вообще. Вот это, вот это, мискаль. С лаймом, с солью просто чудесный. Вот мне очень понравилось. А здесь акцент дубовый. Не, не понимаю. Вот я не понимаю текилы. Ароматная, прикольная. Я когда пробовал и дегустировал, она сделана классно, но смысл текилы, да, это всегда возле какого-то бассейна, там где-то ты хоп-бахнул, выпил шота. Все вот эти дрова, всю эту сладкую бочку, ее бы в виноградный напиток, там хрен с ним в виски. Да, да, здесь. Но тут вот это вот солоноватый такой вкус текилы, и внезапно вот эта бочка сладкая, что-то я вообще не понимаю. Она однозначно должна, если пицца, то только самодостаточная, без ничего, без всяких лимонов. Вот эти соли, лимоны, по-моему, это все лишнее. Мне вот с мискалем и с дешевой текилой я обожаю соль и лимон. Так, давай попробуем, наверное, сделать вот так вот. Кто-нибудь хочет мискаля еще? Я вот хочу просто, я налил себе. Капни. Термиты не против, что ты еще выпьешь? Да я сейчас, наверное, на них поливать несу. Они хотят, чтобы им налили и грызли, сволочь. Человек, вот там Витя попал и не знаю. Это хер ее знает. Эта скотина кусает и кусает. Это специальное место, проказника место. Так. Че? А я старую, короче, сейчас лопожу. Вот тут со временем вот она развивается. Или у меня? Мискаль. Развивается, да, осознание мискаля. После текилы. После текилы. Ну дым. Предбанником вот сразу. Я слышу тут даже что-то вроде клопов. Да, а тут предбанником пахнет. У меня предбанником пахнет. Знаешь, как в банке где-то дрова растатливает, заходит этот мискаля. Вот видите, вот сейчас у тебя свеже налитое. Слышишь клопов? Таких вот, которые по малине ползают. Которые по ноге у тебя ползают. Есть чуть-чуть. Да, клопы, клопы есть. Прикольно, вот не знаю, прикольный напиток. Он приятный напиток. Только я не понимаю, зачем здесь соли. Слушай, я не могу, вы разговариваете про это. Он налил офигенно. Он просто с лаймом, он просто шикарный. Я не понял с лаймом. Это ты еще гусеницу не ел. Да, сейчас ее есть бы. Только там капалка, я не знаю, как гусеницу доставать. Высасывать. Сабраж делать, да? Надо. Сабраж этого мискаля. Там сламывается просто это, фильтр и все. Слушай, ну она бедная. Вот она бедная. Я не знаю, если выбирать между белой текилой обычной, она... А я тащил. Мало похоже на текилу. Ну тут дым. Да. В принципе дымок, ты не знаешь, что еще раз сказать. Дымок. Что еще раз сказать? Да, просто с дымок. Ну что, давайте. Что опять лизать? Угу. А так сильно. Ты не лежи, ты подлежи слегка. Обожаю. Это очень вкусно. Не, я против. Я тоже. Текилу мне нельзя давать. Потому что вот чем я могу напиться этой текилой, она просто... Она мне утоляет жажду. Она... Как там есть... Жирительная влага. Огурец. Там вот это чувство... Как он говорил? Кто? Доктор. Доктор Попов. Да, который земли передает энергию. Энергию земли, да. И вот текила, она внушает мне какую-то легкость. Чтоб голова в агаву не привлотилась. Когда я пью коньяк, виски. Понимаешь, мне хочется сидеть, там что-то нюхать. А текилу ее вот хоп-хоп-хоп. Тут просто нефтем разбираться. Хлопнуло все, да? Ну, она кайфовая. Ну, вкус такой просто классный. А мне бедненький, мне кажется. Дым. Я просто торчу. Слушайте. Я хотел сказать, тащусь. Сказал, почему-то торчу. Мы все торчим. А Витя в термитнике... Торчу. Все. Из термитника торчит. Наверное, надо закругляться, да? Потому что тепло здесь. Тепло. Мы согрелись. Течет уже просто. Мы мерзли до этого прямо. Да. И решили согреться. И согрелись на самом деле. Мухи еще там термиты по Вите лазят. На нас сейчас могут полезть. Они, наверное, спасают гусеницу. Пейте в меру. Только качественный алкоголь. Я слова даже забыл, какими завершаю. Ну, посмотрите предыдущий ролик и поймите все. Есть тебе гусеницы. А я еще Дон Начо. У меня Дон Начо фаворит. Вкусно. До новых встреч, пока. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok